Итак, с вами Добгай, мы начинаем играть за царство Кирио в Эквестрия Этвар. Местная страна это какой-то аналог Эквестрия, и у нас тут какая ситуация? У нас тут есть путь огня, религиозное верование наше, и у нас есть безмолвие, которого мы пытаемся избавиться. Безмолвие это то, что наш прошлый правитель установил, в общем-то запретил примерно развиваться, грубо говоря, и мы сейчас пытаемся как-то это победить, а видите, дебафы здесь огромные, путь огня дает нам тоже, в принципе, скорее дебафы, типа мы должны ничего не делать, верить в нашего правителя, в теократическую власть нашу, единственное, мы еще с Эквестрией союзничаем относительно. Кстати говоря, если вы еще друг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же отправляемся в Алое Царство, и элегация Эквестрии отъехала, и пришло время нам положить конец безмолвию и модернизироваться. Попробуем это сделать. Вот мы пытаемся избавиться полностью от безмолвия, и наш, в общем-то, какой-то, я не знаю, советник, что он там будет пытаться нам как-то помочь справиться с этой проблемой безмолвии, и у нас минус стабильность, ага. И, насколько я знаю, нам нужно идти к великому скачку вперед, тоже достаточно по-китайски, я бы сказал. Давайте отправим, точнее, по приветствиям делегатов, да. Смотрите, что у нас появилось. Пленум национального возрождения поддерживается все, кроме, кстати говоря, коммунистов. Что меня немножко обижает, ведь именно в коммунистов мы планируем идти, я не знаю тут пути, их вот здесь просто какое-то гигантское количество вроде как. Поэтому выйдем, куда выйдем, но план пока туда. И мы, я так понимаю, пишем в эквестрию, добавляя себе еще людей, и, кстати говоря, они, видите, каждый поддерживает свою какую-то партию, каждый советник, но в целом у нас пока что максимальная поддержка по ощущению именно гармонии. Но из-за того, что гармония популярна, то другие партии чуть побольше. Хотя, нет, превосходство сейчас у нас на самом большом возвышении, я бы так сказал. Давайте сразу начнем план. Итак, вот оно, великий скачок вперед. У нас 3,5-летний план. Начинается у нас модернизация бафа на промышленность небольшой получаем, и наш правитель начинает свою речь. Никто ее никогда не видел. Короче говоря, они будут очень хорошие, но мы уже знаем, какой она будет. У нас план, чтобы это все провалилось. И я думаю, самое важное нам побыстрее исследование себя восстановить, поэтому пойдем в импорт технологий сразу, пока я разбираюсь, где же нам получить себе провал этого плана. Появляется какая-то запись у нас в дневнике. А, слишком длинная не читалка, говорится, импорт технологий. У нас разгорается пламя. Ого, ересь разгорающаяся пламя. Может доставить немало проблем. Нет, это то, что нам и нужно. И смотрите, к нам рассказывают, что безмолвие было не таким уж плохим. Благодаря безмолвию у нас ребята смогли, да, быть незнатные, богатые, смогли нормально жить при этом. Короче говоря, эта ересь скоро станет нашей идеологией. Я надеюсь. А еще мы получили себе вот этот новый концерн промышленный. Я его поставлю. Но есть ощущение, что цифры 2.5 по старым остались. Они как будто их не отбалансили к новому патчу. Хотя, я замечу, у них был доступ заранее. И они сразу же обновили вместе с патчем, ну, нового DLC. Ой, нам бы немножко с вот этим вот разобраться. Давайте обратиться к диаспоре. У нас все еще уходит стабильность. Я не уверен, что нам нужно это убрать. Давайте на самом деле немножко замедлим уход стабильности. Может нам все-таки какие-то фокусы стоит взять пораньше. Еще у нас, смотрите, появляется какая-то запись. Письмо изменений. Слишком большое я не читал, как говорится. И да, теперь идем вот сюда, чтобы грамотность, ячейку следования получить. Тут, в общем-то, много на это все полезных бафов. И черт возьми, с Рыжего острова у нас... Это вот здесь вот... Нет, это не здесь. Это вот здесь вот. Да, у нас имеются пираты, и они нас грабят и атакуют. Надо будет с ними разобраться обязательно. Так, они возвращаются. Появляется у нас политический советник. И плюс чуть-чуть фактор военно-безонаселения. Не так интересно, но дальше будет интересно, да. Нам нужно побыстрее. Давайте вот с этого начнем. Темпы исследований возвращать в норму. Пока что они выглядят отвратительно, конечно. Зато я вам скажу, у нас бедность буквально отсутствует. Да, у нас все плохо по технологиям, грамотности, экономике. Но у нас зато нету бедных. Прекрасно. И получаем ячейку исследований. И еще, возможно, взять здесь советника на плюс 5 темпов следования. Это хорошо. И что он будет коллеги? Он должен быть независимым. Либо пресекрировать расстранение радикальных идей. Нет. Радикальные идей — это нормально. В нашей стране. И я бы, наверное, хотел немножко со стабильностью все-таки что-то сделать. Я полагаю, что минус 0,5 меня немножко душит. И я вижу, что если сюда идти, то как будто мы будем улучшать это все. Давайте начнем, наверное, бюро реформ что-то с ним делать. По ощущению, оно нам и нужно. Хотя здесь тоже есть какие-то вещи. Ну давайте пойдем сюда. Плюс это даст на палитку на советник. А нет, не даст. Нужно 75. Давайте тогда пойдем вот сюда, потому что здесь плюс 0,5 палитки. А на нас сейчас пока что в отрицательную сторону только идет. Оль, у нас есть куча просто своих собственных исследований, что звучит, кстати говоря, прикольно. И у нас тут разная всякая магия есть. Прям немало. И я вижу, здесь есть защита от невезения. Звучит супер. Странно. Короче, я вижу, здесь прирост населения, прирост политической власти звучит неплохо, действительно. Но здесь есть еще и вот такая вот экономика. Блин, здесь вообще супер хорошие бафы. Вот опять в укрепленности. Давайте начнем с палитки все-таки. Я хотел бы вот сюда выйти. Что-то нам чем раньше возьмем, тем лучше. Ну и население это все тоже будет работать на дистанцию. Что такое защита от невезения, мы, надеюсь, узнаем. Письмо от премьера у нас приходит. О, плюс 50 палитки он дает как раз нам. Чтобы мы сейчас делали вот это. И где-то еще, надеюсь, собрали палитку. И мы делаем шаг в будущее вместе. В общем-то, многие у нас жители соглашаются. Но это временно, временно. Там нам писали коммунисты, что им не нравится. Мы вот с ними будем работать. Нам необходимо разобраться с пиратами. Командный ресурс плюс 10. Как нам с ним пират, если у нас нет военного флота? Хороший, кстати, вопрос. Ну а мы идем в бюро реформ и идем к нашей палитке, чтобы тут начать делать. Так, в зале Верховного Матряжа Кирином Запада будет разрешено остаться. Кто же это такое? Поддержка коммунизма. Ха-ха-ха. Да, мы обязательно разрешим остаться. Давайте здесь кого-нибудь переставим. У нас здесь очень много поддержки превосходства, пожалуй. Да, но не больше, чем у других в среднем. Давайте-ка, наверное, от кого мы хотим избавиться? От нейтралов. Пожалуй, да. Следующим у нас нужно будет поставить Rise and Sun. И вот сюда, наверное, мы тоже выйдем. Потому что нужно будет научную базу нашу сделать получше. Посмотрите, как буква закона. Оценивание законов в рамках безмолвия. Мы должны модернизироваться вместе с государством, общество наше. Либо законы были попрещены в Талям сегодня. Я думаю, мы должны модернизироваться вместе с государством. Не на защиту от смены диалоги, а на самом деле это баф. Чтобы другим идеологиям поднять популярность. А вот, кстати говоря, как мне поднимать стабильность. И знаете, что я думаю, мы сделаем? Мы поднимем время на стабильность. Ну, просто чтобы побольше фокусов вот этих сделать. Потому что здесь фокусы на самом деле полезны. А я думаю, если начнется что-нибудь плохое, фокусы эти, скорее всего, пропадут. А я бы на самом деле хотел сделать еще вот эти всякие фокусы. Открыть экономику. Улучшить нашу научную базу. Улучшить нашу именно модернизировать общественное развитие. Все это стоит сделать. И забавляемся мы от затиши. Еще и убираем защиту от смены диалоги. Кстати, у меня теперь есть политка, но... О, я не мог менять советник. Вот это как раз таки видео нам это и разрешило. Прекрасно. Нейтралов? Либо демократов? Кого? А я думаю, давайте гармонистов мы уберем. Гармонисты дают, что политку. Вот, но тогда действительно нейтралов. Потому что политка нам пока нужна. Меняем на коммунизм. Прекрасно. И вы верите мне, может, я в себя не верю. Вы должны быть лучше однозначно. Пусть растут сотни цветов. Особый раз свои технологии бафнулись. Хорошо. Да, как я и говорил. Чистый Китай, цветы, гармония, трех ценностей. Как говорится, просто все ровно оттуда. Это гармония наследия Родина. Нейтралитет, превосходство, либо гармония. Блин, превосходство, потому что из всего этого, наверное, именно их нормально поддержать. Хотя можно было нейтралитет поддержать. В целом, это мало влияет на что-то. Потому что нам нужно просто вот эти вот досюда. И после этого, я думаю, можно идти сюда и идти параллельно в гражданку. Потому что мне бы, да, экономику доделать еще. Обмен мнениями в ротонде. Смотрите, мы, да, мы, может, инфраструктуру должны строить. Да. Только делегата с пленумом, гармония, превосходство, либо коммунизм. Секретарь, это будет открыт для всех Киринов. Однозначно. Потому что все Кирины равны. Открытая клетка Кири. Что это такое? Длинные истории. Генел орал что-то рассказывает, я так понимаю. Можно назначить шпиона, либо рана. А, да, звучит неплохо. Так, согласен с Конкорд. Мы должны приспособиться, иначе все будет потеряно. Допустим. Да, это все не сильно интересно. Интересно, что у нас будет скоро научная база приличная. Большие проблемы у нас, смотрите-ка. И есть у нас военизированное формирование. А Краскадные Искры, либо нет. Давайте блестящие шуя должна быть уничтожена. Краскадные Искры мы оставим как есть. Отделить путь огня от государства, смотрите-ка. Все громко ахнули. Ну или охуели, тут как кто хочет. И смотрите-ка, можно сказать неразделимое. Можно сказать, что нам нужна советская копыта. А либо же можно стать выступить Horizon Sun. И я не против. И мы получаем еще больше поддержки коммунизма. И мы готовы менять наш путь огня. И он заделал... Это речь задела всех. Конечно. И мы смогли восстановить нашу бюрократию. Это нам даст возможность немножко мобилизовать экономику. У нас поддержка войны появится. А самое главное, наша экономика начнет что-то потихоньку строить. Ну и что мы идем? Вот сюда, керемен на мировой арене. Будем бустить все. Нам только единственное, нужно забустить стабильность. Значит, нам нужна политка. Поэтому делаем дорогу в киноварь, чтобы пройти в аграрную консолидацию. Прямо сейчас у меня еженедельные изменения в плюс. И потом еще будет плюс 3. Так что мы проживем. Сделаем вот это, получим в фабричке. Беспорядки. Смотрите-ка. Беспорядков не будет. Ну, верим. Стабильности нету 15-ти. Ага. Нам предлагают вместо этого пойти армию собрать. Ну давайте соберем армию, раз стабильность не дает нам ничего делать. И центр долго не выдержит. Царсенсов все более неуправляемый день это дня. Рабочие протестуют. Фермеры протестуют. Диаспора протестуют. Все протестуют. На нашем сервисе смута. И поэтому мы собираем знамена. Ну ладно. Любой к матриарху. Тур верховного матриарха. Который стоит 150 политики, которые у меня нету. Итак, знамена делаем. Получаем еще микробафы. Но нам нужно продолжать двигаться вот сюда, как я и хотел. Сказал я. Я понимаю, что у меня сейчас опять 15 стапки не будет. Так что можно сказать, что пути назад для нас больше нету. А я... Да. Да, все, все правильно. Пути назад литра или больше нету. Ну и что, если стабилица пустится меньше 10, а Кирио хватит хаос и войны. Я думаю, там уже в хаосе и войнах мы доделаем наше общество. Великий тайфун. Смотрите-ка. Мне бы было серым. Плохие новости. Шторм был предспертным вздохом ужасного тайфуна. Побуждением циклонической ярости. И мы смогли бы это сделать, если бы у нас была политка. Но это будет, так сказать, добивающим нашего царства. И вот оно. Смотрите-ка, коммунизм. Можно поднять. Смотрите-ка, действительно ли там у нас какая-то есть проблема. Итак, должны ли мы рассказать о своем царстве? Рассказать правду? И поднять коммунизм. О том, что там что-то плохое было. Либо скрыть это все. Есть информация. Точнее, информации как раз-таки нет. Есть ощущение, что нужно скрыть, чтобы потом было еще хуже. Я могу, кстати, говорить быть неправ, потому что я понятия не имею, как здесь пути работают. Пираты рубят тик. О, нет. Прости меня, отец. Стабильность улетела в ноль. Остров остался непобежденным. И от бессмолвия к какафонии. Аха, какафония. Самый темный час всегда наступает перед рассветом. Правда ли? Центр должен держаться. И север нас провозглашает независимость. Это ребята с превосходством. И нет. Я спорить нельзя доверять. Это было правда. Но, собственно говоря, наспаунились еще войска, что забавно. Но я пока еще их не буду двигать. Я не знаю, куда нам нужно будет их двигать. Ладно, я уже вижу, куда нам нужно будет двигаться. Нам сразу обрели войну. Рис Кири Кири выстоит. Сомневаюсь в этом. Но фокусы я делаю. Почему бы и нет. Но все это оказалось на собаке. Потому что, чтобы восстали у нас коммунисты, нужно, чтобы мы их не брали себе в совет. Так что центр долго не выдержит. И мы переходим в гражданку уже. И нас еще пираты добивают. В общем-то я просто решил никак не поднимать ставку. И пройти просто до вот этого вот фокуса на фабрике. Остальное все полностью игнорируя по максимуму. И таким образом мы достаточно быстро зашпедранили себе. Как и фоню. Все разваливается. И вот здесь теперь поднимаются вот эти ребята. И мы, конечно же, на стороне Райзен Сан. Который тут, кстати говоря, нехилая совершенно армия. По сравнению с вот этой, да, примерно так же. А вообще, наверное, даже и больше. И смотрите, у нас тут есть интересное решение. Вот здесь вот гамбит с танк Пау. Ну, вот этим вот. Как будто, если мы проигрываем, мы можем напасть на них. И у них практически нет армии. И как бы сбежать туда на север. Зачем это забавно. Особенно учитывая то, что здесь, видите, такая вот гора непреодолимая. То есть в теории можно туда перебраться как-то. И может там будут какие-то еще новые фокусы. А может нет. Я единственное, что надеюсь, что как только мы отвоюем, у нас появятся еще фокусы. Потому что иначе, но это будет очень грустно. В любом случае, наша армия готова. У нас появился, кстати говоря, лорный ивент. Я его не вызывал сам. Но вот, да. Реки окрасились алым цветом. Волью конкорд. Последний искрак первородного пламени. Поехали. Кири не станет чистой вновь. Сразу же, я думаю, а. Ну, мы не можем сейчас выступать, потому что мы еще не в войне. А вот теперь в войне. Окненная пляска. Объявит войну. Поддержка войны. Впервые за более чем 500 лет Кири оказался в состоянии войны сама с собой. И при этом победит. Однозначно, ведь в войне две Кири. И тут, все говоря, не сильно переведен контент. Верден. У нас какая-то миссарубка Верденя, что ли, в Кири. Ну, ладно. Так или иначе. Хочу здесь немножко поменять фильм маршалов, но пока нельзя. И я думаю, оставим уже гражданскую вину, ребят, на следующую серию. Поднялись кирицы на истинный справедливый маршал справедливости, я бы сказал точнее. Но с вами был ДПК. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твич, дескрут, пустите. Все в описании. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok